Эксперты в Китае заявили, что Т-90С уступает китайским танкам VT-4 и VT-5 Китайские военные эксперты решили высказаться по поводу заключенного между Россией и Вьетнамом контракта, предполагающего поставки вьетнамским вооруженным силам российских танков Т-90С В общей сложности, контракт предполагает поставки 64 боевых машин такого типа Хан-Ою В китайских СМИ утверждается, что первая партия, в числе 32 единиц, уже доставлена во Вьетнам из РФ Отмечается, что для транспортировки бронемашины спорта были задействованы колесные тягачи КЗК Т-7428 В китайских средствах массовой информации военными экспертами заявлено, что с приобретением российских Т-90 вьетнамская армия получит дополнительное бронетанковое оснащение Однако это не даст преимущества над новейшими китайскими танками В частности, заявлено, что приобретенные в России для вьетнамских войск Т-90С во многом уступают китайскому танку Type 15 Это танк, который ранее демонстрировался на военно-технических выставках под экспортной номенклатурой VT-5 Также он известен под обозначением ZTQ Из высказываний китайского военного эксперта в СМИ КНР Хотя Т-90С теоретически достигает уровня современных основных боевых танков и может позволить Вьетнаму делать высокомерные заявления о перевооружении бронетанковых войск На самом деле Т-90С не сыграет для Вьетнама важной роли Танки различных версий Т-90 уступают китайским Type 15 При использовании в горной местности Угол вертикального отклонения танковой пушки Type 15 больше, чем у Т-90 А это важная составляющая успеха в бою в горах Далее приводится суждение о сравнении танков Т-90 и VT-4 MBT 3000 VT-4 Это китайский основной боевой танк, который стоит на вооружении не только НААК, но и армии Таиланда VT-4 Имеет 125 мм орудие, способное вести огонь не только снарядами, но и управляемыми ракетами на дальности до 5 км Из заявления китайских военных экспертов Танк VT-4 Оснащенный двигателем мощностью 1200 лс, обладает высокой маневренностью Ряд примененных на нем продвинутых технологий делает его лучше российского Т-90С Танк высококлассен У него гораздо более широкий спектр боевых возможностей, чем у Т-90, которые сегодня есть у Вьетнама и Индии В целом, все эти заявления сводятся к восхвалению китайских танков и призывам к странам Юго-Восточной и Южной Азии, включая Бонгладеш и Мьяньму, покупать бронетехнику исключительно китайского производства